скажите пожалуйста товарища вы с россией да да где-то завис с калининграда калининград это же почти европа да но не почти а европа все-таки европа да а сам откуда алабама откуда алабама это это а до этого где жил а до этого в украине донецке а в украине с украины как попал в америку туда самолетом я понял что самолетом а эту по карточке по этой грант карта блять или нет да это еще 92 год тогда еще попроще было а сейчас сейчас не попасть сейчас тяжело попасть сейчас трамп закрыл всем иммигрантам есть что сейчас есть трамп новый президент он уже стащил есть страну всем иммигрантам уже стащил да то вам то зачем вы живете в самой счастливой стране мира ну не сказать да ладно зарплат зарплаты мизерные блять больницы вообще медицина у вас бесплатная не тут сказали но медицина да у нас медицина бесплатно но уебищный пиздец да люди люди просто гибнут на даже скоро домой не приезжает бывает нахуй люди помирают вот допустим у нас в балтийске до в балтийске прям на ступеньках мужик 40 лет умер в больнице на ступеньках на скорой ну то может сердце этом или мало ли чего ну да сердце скорее всего ну все равно как бы медицина у нас не прям такая вообще отменная врачи врачи могут прям на дежурстве напиться блять слушай это правда говорили мне что путин поднял россию скале а другие говорят нифига назад поставить я мнение путин вообще молодец запутался одни говорят поднял другие назад поставил не 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 путин вообще молодец россию вообще подбас на армию вообще конкретно в армию вложился конкретно армия сильная да все таки современная вообще прям очень сильная на самом деле слушая не тут ребята ваши рассказали я проверил в новостях самом деле вот две недели назад там почти 500 человек погибло американцы разбомбили в чистую 2 200 человек все в сирии сирии до сирии ну как это современная армия как какая-то гопота без поддержки авиации мы шли без поддержки артиллерии без поддержки воздуха также никто не настолько не такое может быть потому что вот в товарищ в петербурге в санкт-петербурге лежит в госпитале и вот туда сирии получается командира привезли вот как раз нами не подорвались сейчас в госпитале ноги артирули ему а так 200 200 человек по моему погибло там это это ты считаешь современная армия у наших даже ни одного раненого не не было там ты знаешь американцев ну потому что как бы все равно правда никто не узнает правда в чем не понял ну вот в этой ситуации именно потому что как бы без понятия как они вообще там ну то что 200 человек говорят погибло все равно как бы нигде у нас у нас об этом нигде не показывали только показали то один человек погиб и все слушай у нас если стране где-то такое происходит больше десяти человек погибших сразу выступает президент и объявляется траур национальный как это так погибло 200 человек у вас президент даже побоялся выйти что-то сказать не странно ли это не но россия чем не подожди ты сказал что путин молодец и поднимает россию с колен и тут такой конфликт в некоторых сферах да путин вообще хорошо поднял россию в некоторых как бы как было так и осталось короче мои военные сфере это на уровне зимбабве да я так понимаю с военной точки зрения россия на уровне зимбабве или габбона ну наверное да понятно хорошо в каких-то досверах поднял путин россию с колен может в космосе ну может и в космосе да да не не только в космосе в принципе во многом на самом деле то же самое где-то вот допустим в медицине вот у образовании медицине он поднялся колен я понял только не в нашей области блять не в нашей вообще в калининградской области подожди калининградская область насколько я помню это бывший кенигсберг кенигсберг правильно да там германия была восточная пруссия правильно да 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 слушай ну там красиво было до войны только бы сейчас красиво сейчас красиво еще не все за море нему море как бы нормально а сам город зародили нет наоборот сейчас сейчас все наоборот как бы все красиво все делаю дороги делаю дома делаю поток только узнаю что путин сюда приезжает все сразу дороги новые начинают а так сейчас вот чемпионат мира будет чемпионат мира у нас калининграде стадион сейчас строю все деньги вложили в итоге в стадион а стадион строят на болоте блять на самом деле они туда грунта столько просто везли они на эти деньги могли 10 стадионов построить таких а его построили на острове блять на воде кошмар как от чемпионат когда закончится что-то с тем стадионом там же никто зачем вот это ну из памятника сделают мне почему ну там вроде как говорили то что хотят сделать это ну то есть секции не секции для всех вот это вот будут заниматься там слушай ну а твой калининград какая вот рядом страна с вами там польша да или кто кто-кто какая страна рядом с вами больше рядом германия рядом но ты в германию ездишь там на экскурсии в польшу ездил а в германии не ну да германии как бы все равно далековато но до польши до польши вот я допустим живу около прям границы с польши 50 метров до границы она можно сесть на автобусе поехать в польшу да автобусы ходят машины сам просто сел виза есть поехал вам виза большинство людей ну больше туда и за на украинцы сейчас без визе взяли паспорта и поехали куда надо ну вот без понятия насчет украины как бы вот я не знаю насчет этого у нас как бы в россии нет все равно заедешь вот у нас в калининграде есть посольство польская едешь туда как бы заполнять все документы и в итоге потом только может быть тебе еще одобрят визу в польшу я понял ну в америку ты не поедешь ты знаешь уже чего в америку сейчас тебе сложно поехать потому что консульство все временно прикрылись оставили или только в москве посольство которое принимает за это да и тире по моему сократили а вот в москве единственное осталось а и в киеве еще можно и где-то еще там вот я смотрел вчера в интернете где-то еще есть потому что ми минск и минске закрыта который из беларуси те едут в киев но они там рядом за визой понятно слушай но калининград у них сбер да а вот если референдум завтра согласились бы воссоединиться с германией линии вот честно даже не знаю нет нам нам-то людям как-то без разницы на самом деле открыли бы границу ездили бы ездили а вот как это президент без понятия да не любой президент будет не согласен я твою твою точку зрения спрашиваю как ты лично ты проголосовал за вас и конечно бы то можно не да 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 а интересно как вот твои там соседи знакомые или они захотели вас туда много много кто хотел как бы переехать ну потому что здесь вообще в россии не работаем на самом деле нормальный ни хера нету вот видишь ты меня все это запутал перед этим ты говорил что путин поднял россию с колен а теперь говоришь ну ну как бы смотри военный в смотря в какой сфере на самом деле если вот военных допустим у простые люди которые здесь живут да правят по простому они бы согласились бы переехать в германию без проблем вообще не переехать а вернуться в родную гавань к нюхсберг это германия это восточная пруссия ну как крым понял провели референдум и вас присоединили не переезжали но то крым это отсоединили правильно от украины а зачем кстати вот а зачем вы крым отсоединили от украины без понятия вообще кто-то говорит то что крым как бы это наш ну а вообще политику эту непонятно но это нарушение всех международных норм и законов видишь то самое вот тоже самое сейчас сделать у нас да допустим в калининград ну вообще в калининградской области чтобы допустим сделать так же как и в крыме ассоции единицы просто от этого получается от россии мне кажется то же самое то же самое да ну наверно нет все-таки там как-то я не знаю надо посмотреть по истории как передавался на 50 лет или не на 50 что-то там какое-то было там условия не помнишь не то есть германия дать и давала россию на какое-то предельное время я вообще не знаю надо это исторически надо уточнить настолько это правда или неправда тут самое главное как настроение захотели бы вы воссоединиться с германией все-таки там много приезжих немцев то там нету наверно уже вообще но как бы они сюда приезжают здесь тоже бывают немцев много бывает не не но на своих жителей не а так вообще нету но выйти с ними видишь местных жителей понятно так ты вообще а слушаем а зачем вот вы воюете в украине вот тоже непонятно зачем надо это это слухи все на самом деле на украине мы у нас это отправлен когда я вот еще служил до в 2013 году по контракту служил это вот нас отправляли в командировку в украину туда рядом с украиной это мы там не в италии а просто в поле тупо жили на всякий случай а так чтобы не не в сирию до в сирию нас от наших отправляют в сирию много отправляют и как бы в сирии база нашим по идее как вы говорили то что есть самой сирии российская базы флот российских сирии тоже есть серия так как уже как республика да понятно тогда непонятно вообще то почему наши там разбомбили целую группировку и и вроде как в чужой республике вообще непонятно но я знаю что наши сказали что делали запрос в кремль и ну что там это ваши не ваша ваши сказали что это вас там нет там что-то такое было но не да и нет их там нет и и нет получается в польше сейчас группируются ну я знаю что века да мы даже базово чаками строим в украине свою но ну это да и вот в польше тоже как бы есть ну надо защищать больше ты знаешь что поляки наши союзники в европе да 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 знаю знаю если россия нападет на как раз только америка стороне не останется будет то же самое что и программ программ программу только смотрел вот недавно как раз про там рассказывали делили польшу получается и украину ну точнее польша с украины выступали вместе против россии то что польша получается это углу ну то есть украинская получается украина тоже там и не понял веришь читай или я плохо это это были или жена выключила ли он сам ушел это надо было слушать еще можно было полчаса слушать это что-то